Специальная боевая задача для всех игроков на 3 дня премиум аккаунта, абсолютно на халяву от ВГ. Кроме того, мы посмотрим сражение, где Т-67 останется 1 против 5 врагов, и у него абсолютно не будет снарядов. Не верите, что такой бой можно затащить? Смотрите до конца. А также способ получить прем-танк абсолютно бесплатно сегодня. С вами Бомбилка. Погнали, мужики! Хочешь получить под завязку золото или крутой премиум танк себе на аккаунт за 149 рублей? Твоя интуиция знает, в каком из пяти контейнеров лежит самый лучший приз. Испытай себя на VODKIT.RU. Ссылка в описании. Привет, танкисты! С вами Бомбилка, и сегодня у нас супер халява! Специальная акция для игроков, которые довольно давно играют в World of Tanks. Специальные, индивидуальные боевые задачи. Три дня премиум аккаунта. Абсолютно каждому вообще бесплатно в этом ролике. Так что внимательно смотрите видео. А также вы сможете абсолютно на халяву получить уникальный прем-танк. С вами Бомбилка, и давайте поскорее начинать, потому что и на фоне у вас, кроме этого, кроме всего того, будет играть один из самых крутых реплеев последнего патча. Сражение, которое перевернуло с ног на голову весь наш стрим. Во время этого боя больше двух тысяч человек наблюдали за нашей трансляцией, и к концу просто разрывались у всех пуканы. У людей горело действительно того, что будет дальше. Т-67 останется один против кучи противников. При этом он будет абсолютно без снарядов, и пять злых врагов будут ему противостоять. С огромным количеством хп. Как такое сражение превратить в победу? Не знайте. Тогда смотрите этот ролик до конца. Начинается все, кстати, абсолютно обыденно. Т-67 приехал, в принципе, на правый фланг. Занял позицию, занял кустик и поставивает себе, постреливает туда-сюда. Но вы можете заметить очень интересный момент, что в это время на карте начинает происходить жесткий слив наших союзников в центре и в верхней части. Вот эта одна ELC, AMX ELC BIS, одна елка вражеская, заняла весь наш центр и нервирует абсолютно всех наших союзников. Посмотрите, эта елка только что помогла уничтожить один танк тяжелый, не помню какой там был. И сейчас дуэли двух елок в центре и эта вражеская елка все еще продолжает доминировать. Кроме того, мы видим, что верхний левый угол миникарты тоже полностью сливается нашими союзниками. Type 58 уже в наглую перевалился на центр и помогал елке. При этом там остался один Тигр-131, наш союзный Type 58, одна ПТшка и тоже елочка. И пока мы издалека откидывались, счет уже стал 2-5. Наш Т67 понимает, что нужно избавиться хотя бы от Т21, который активно пытается его подсветить и отправить в ангар. Потому что если мы сейчас не разберемся с Т21, это все может закончиться абсолютно фатально. Кстати, посмотрите, Т21 уже сзади к нам заходит. Ну ладно, пока тут не началась самая фантастическая жесть, давайте я расскажу первую на сегодня новость, которая нас ждет. Мне начали активно писать игроки, что для них начислилась индивидуальная боевая задача. Вертикальный взлет называется. И благодаря выполнению этой задачи можно получить 3 дня премиум аккаунта абсолютно на халяву, абсолютно бесплатно, но придется немножко попотеть. Задача, я так понимаю, начислится не всем, но очень многим игрокам. От чего это зависит ее начисление? Возможно, от того, как долго вы играли в игру. Так сказать, вот такой вот индивидуальный подарок. Вы выбираете танк, на котором будете выполнять задачу, и вам нужно нанести 25 тысяч уродно и уничтожить 15 противников. Выполнение задачи доступно 1 раз и до 15 апреля. В награду вы получите 3 дня премиум аккаунта. Кому эта задача зачислилась, напишите обязательно в чате, собираетесь ли вы ее выполнять. Ну, не в чате, а в комментариях, и получили, возможно, вы уже получили премиум аккаунт, и на каком танке вы будете играть эту задачу. Вот такая первая халява для нас. Дальше. Есть тоже информация по поводу награды для ветеранов, для игроков, которые давно играли в виде таких же уникальных личных задач, где уже будет не 3 дня према, а какой-нибудь премтанк. Тоже такая информация имеется, да, ребята. Но пока точных данных нету об этом, как только они появятся, будет новый видосик на нашем канале. Обязательно ждите, обязательно смотрите. Дальше еще кое-что интересненькое нас ждет сегодня. Это халявный премтанк. А как его получить, расскажу буквально через несколько минут, когда вы увидите, что будет дальше с Т-67. Смотрите, у нас осталось 18 снарядов. Он потратил огромное количество патронов на то, чтобы разбираться с противниками с вот этой своей позицией начальной. И сейчас у него очень тяжелая ситуация уже выплывает. Наш бедненький Т-67 с 15 снарядами на базе против кучи оголтелых противников. И тут вопрос, возможно ли этот бой вообще привести к победному? Пишите в комментариях, если вы видели уже это сражение на стримах. А если не видели, тогда обязательно приходите на наши другие стримы. У нас по несколько раз в неделю. Во-первых, каждое воскресенье. Во-вторых, один раз в будние дни. Обычно это четверг или пятница, но бывает и среда, и вторник. В общем, о всех стримах я предупреждаю в нашей группе ВКонтакте. И на главной странице канала, обычно за вечером перед стримом, появляется анонтик. Поэтому обязательно следите и приходите. Например, сегодня на стриме в воскресенье мы разыграли 21 больше 21 тысячи голды. И 5 бонус-кодов раздали в нашей группе ВК. Так что огромная халява всегда на стримах. Заглядывайте и забирайте там голдишку. Кто был сегодня на стриме, пишите это тоже в комментариях. Ну а теперь давайте смотреть, что у нас будет за финал. И, во-первых, я хочу... Во-вторых, я хочу подвести победителя нашего ежедневного розыгрыша голды. Да, помимо того, что у нас было на стриме 21 тысячи голды. 20 и больше, больше. 21 714, по-моему, если я не ошибаюсь. Если не больше даже. И 5 бонус-кодов. Сегодня у нас появляется победитель, который случайно получает голдишку. Вот его комментарий с игровым ником. Этот победитель из позапрошлого видео. Потому что прошлое видео было с отдельным розыгрышем, который мы подводили на стриме. А позапрошлое видео я оттуда еще победителя не выбирал. Вот он сейчас прямо на ваших экранах. Комментарий с игровым ником и чек об оплате. Были уже. Сейчас, наверное, я уже убрал их. Так что поздравляем этого парня с заслуженными подарками. Заходи, дружище, в премиум магазин и забирай свой приз. Ну, а если ты, мой дорогой зритель, да, именно ты, кто смотрит сейчас этот ролик, хочешь тоже абсолютно на халяву, абсолютно бесплатно, ничего для этого тяжелого не делая, получить премтанк или голду в следующем ролике. И, скорее всего, это будет премтанк, потому что вначале я сказал про премтанк на халяву. В общем, нужно сделать следующие вещи. Сейчас на твоем экране подробная информация. Подписаться на канал Бомбилка. Вот такой красный квадратик внизу под видосиком. Когда ты свернешь видосик в маленький экран, увидишь там кнопочку подписаться. Если ты вдруг еще этого не делал. Дальше нужно поставить лайк этому ролику. Это второе. И третье, самое важное. Еще будет четвертый пункт, но он тоже важен, да. Третий пункт. Тебе обязательно нужно активировать колокольчик. После подписки у тебя на экране появится колокольчик там, на том месте, где была подписка. Его нужно обязательно включить. Это все делается один раз. Если ты еще этого не сделал. Если сделал, то просто оставь позитивный комментарий со своим игровым ником. Это четвертое, кстати, условие. Комментарий с ником. И участвуй в раздаче. В общем, кратко подписаться на канал, поставить лайк, нажать, активировать, включить колокольчик. И оставить позитивный комментарий со своим игровым ником. Участвуй в раздаче голды и побеждай. Ну, а теперь мы едем к самому... Скорее всего, она рано или поздно вы ее увидите. Эту задачу вам придет уведомление об этой специальной задаче под названием вертикальный взлет до 15 апреля. Она доступна. И получите 3 дня прямо на халяву. Ну, как на халяву. Нужно выполнить, так сказать, небольшое задание. Ну, как небольшое. Относительно большое. Но, в принципе, 25 тысяч урона это, ну, боев, вот так сказать, 15 в среднем, я думаю. И дальше, что вас ждет, это премтанк на халяву. Для этого в этом ролике я сказал условие подписаться, поставить лайк, нажать на колокольчик и оставить позитивный комментарий. Какой премтанк, либо какая, сколько голды вас ждет, узнаете уже завтра в нашем новом ролике. Заходите где-то в 2, в час, в 2 дня я загружу ролик и смотрите. Ну, а теперь самая интересная ситуация. У нашего Т-67 осталось 14 хп, 1 снаряд и ему придется сражаться с двумя злыми артоводами. Как это возможно и как победить в таком бою, узнаем буквально в следующие несколько минут. Наш Т-67 разрывается полным ходом и летит прямо через центр карты на вражескую базу. Но возможно ли захватывать базу, когда прямо рядом с тобой кружатся 2 артовода? Этого одного снаряда нам, скорее всего, не хватит, чтобы уничтожить даже одного. Поэтому придется как-то выкручиваться и вытаскивать это сражение абсолютно без снарядов против двух артоводов. И как это сделать? Когда я на стриме смотрел этот бой, я просто сначала не верил, что такое вообще возможно сделать. Но потом... Ладно, давайте смотреть. Давайте просто смотреть до конца. Я думаю, всем сейчас будет интересно. 13-14 у нас счет. Врываемся на бражеский раз. Где-то здесь должен быть Хумель и СУ-122А. Кто из них будет первым? У нас нет абсолютно ХП на таран. Впереди Хумель. 300. Сводимся на него. Выстрел. 112. Не хватило Альфы. Ну понятно. У Хумеля слишком много ХП. Снарядов больше нет. Начинаем захватывать базу. Следующие полторы минуты будут просто трешовейшими. И давайте наберем под этим роликом 1000 лайков, чтобы если вы хотите увидеть еще одно сражение без снарядов, где будет играть игрок, и еще более страшное и очень фантастическое. Где, например, один против пяти без снарядов. Здесь он троих добрал, у него еще были снаряды. Он, в принципе, остался один против пяти, если не больше, по-моему. И, в итоге, сейчас сократил разрыв до двух вражеских танков, точнее, артиллерий. Но сейчас у него 50 секунд до конца боя. Он тупо стоит на базе и продолжает выжидать. С какой стороны? Как и откуда подъедут эти артоводы? И чем в итоге это все закончится? 38 секунд до захвата. Просто стоим, ломаются деревья, арта уже едет, Хумель начинает на нас сводиться. Сейчас будут выстрелы. СУ-122, а едет, нужно двигаться. Нужно плясать, 25 секунд. Боже, оглушение, два оглушения. Оглушение не сбивает захват. У нас нет ни критов, ни дамага, ничего. Мы все еще с 14 хп, 13 секунд, Хумель сводится. Арта пытается нас таранить, нельзя, нельзя, нельзя тесаться. Сейчас собьет, сейчас может сбить Тарадом. Боже, как близко, как это страшно. Три секунды, две, одна. Мы тремся. Очки захвата, это победа, ребят. Это просто фантастическая победа. Еще кидает Хумель и кроме того не попадает. Захват базы. Вот такой бешеный бой. Давайте тысячу лайков под этим роликом. И пишите, получили вы уже эту задачу. С названием вертикальный взлет. И как долго вы ее собираетесь выполнять. И собираетесь ли выполнять вообще. Лайк, подписка, колокольчик для участия в раздаче примтанка. Прямо сейчас на экране у вас еще два видосика бомбилки. Где тоже халява. Один про срочный марафон. Другой про Projeto 46. На этом все. Всем удачи желаю. Увидимся в следующем ролике. Пока-пока, мужики.